доброе утро встал в 7 вот сейчас уже почти 8 выезжаю по таким навесиком стоит мотоцикл тишина птички поют погода хорошая за бортом плюс 12 и дождь вроде даже не обещается только к вечеру я его обгоняю утром рассмотрел этот отель оказалось это свадебный дом с отелем и рестораном так что свадьбы здесь это профильное дело расположен он в селе мошченица нижна недалеко от старого солнца очень приятное классное место день добрый так и уж отчего заплачить мне сейчас доброе день добрый до пана и мы так и 60 и 20 декабря так так и уже вкладываю карту о супер доброе что мы меморо и там только 20 злотовек а где то на моторе в полцей ездить на уикенд была такая маленькая вычезка на 3 дни вокруг Я был в Попраде, в Попраде, там такие красивые горы, такие острые, недолго тут ехать, а потом, потом так, прошли клин, закупали, таким колом великим, великим, великим. А также можно, как так не раз едет, можно на Словакию поездить. Так. До нас, ближе, через Словакию, как через Польску. Но это ладнейшая дорога снова, не? Ну, ну, то была такая, просто... Из Львова, так как так. Но я сейчас тоже оцел, первый раз был в Львове, был тогда, как был... Другий майкенд у нас тогда. Ага. Львов мне страшно понравилось, супер город. Так. Для меня это как Кракув. Так, так, так. То есть идентично. И, куру, я был в шоке. Рестаурация и есть, на правде... На правде, очень вкусная и очень таная цена. В доларах, попрошу. В доларах? Так, так. Так, так. Чтобы там не было конвертаций. Ну, а корзистам с таким звуком MasterCardом и не проблем. Так. У нас, например, в Польске, есть очень большие различные на валюте. Т. Так. Что может быть более рыжей злоте, чем ручкой, если платить преличник. Так, так. Ооооооо. Как я не думал, что нужно было... На злоте, чтобы оно было за грыбин украинских злоте. Ааа. Ну, именно. На, тогда, что, ничего не захочу. С-с-с. Взаим, где пошло? Рейд выменило за, ваащ,ею. Сэл атмот нампа, ст. 16 долларов. 16-70 долларов. OK. Не проблема. Я не подумал о том. Потому что есть меньше разница. А я подумал, что когда не поеду, когда погода будет хорошая, то дальше будет весень и дождь. Неможливо будет ехать здесь. А, нет, хорошо. Как вы хотите сделать кафе? Да, я уже сделал. Прод электрика была? А, до этого момента. Все хорошо. Как вы хотите, что еще нужно попросить? Добрый. 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 Украинец. 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 Добрый. Я есть ребенок. Украинец. Украинец. Я не смотрю к environmental на свою жену. Ну так, я один сам. Я еду мою машину и слушаю девушек. Украинец. Украинец. Девушки уже есть? Два. Одна собака маленькая и сына девяного. Добрый. Украинец. Добрый. Увидимся. Украинец. Украинец. сами видели да насколько люди приветливые настроение сразу так не то чтобы оно было плохое но просто стало еще более замечательно заряжает позитивом все эти такие приятные общения веселые ребята все поехали так ничего не забыл смотрю все на месте прошу пана ключик итак наговорившись со всеми выехал направился на север через новый сон и дальше на решу можно маленький завтрак такой сходу гом на заправке вот уже доел его и выдвигаясь в сторону же шива погода хорошая очень плюс 17 по пути остановился на старой плотине в чхубе здесь я записал небольшое видео о том что я поставил на мой мотоцикл для путешествия ссылка на него сейчас будет вверху а также оставлю ее в описании я здесь уже был когда-то весной на машине с семьей был тогда дождь помню сейчас по пути как раз решил заехать небольшим таким кругом но я по автобану не поеду по трассе а4 ну там нечего делать просто на мотоцикле там нечего смотреть я поеду по параллельной дороге которая более интересная а по времени google пишет одно и то же и дальше поднялся к тарнову и пошел на восток по параллельной автобану дороги где можно ехать по моему сто десять километров в час вот такая вот херня прилетела мне на визор только что вот тут видно наверно сейчас я ее повытираю потому что так дальше ехать невозможно она мешает мне перед глазами а жешу осталось там 30 километров на дорога такая не автобана просто как бы обычная такая ну тут где-то можно 90 ехать 80 где-то 70 ограничений а и и и и и Надо не отложить пистолет, потому что он не отложил. Прошу? Что там? Надо не отложить пистолет. Может, он все время так уезжает. Ага. А, точно. Он пистолет до конца не вставил. Не до конца. Ага, вот все. И справилось. Спасибо. До свидания. В Польше 95-го. 4,99 злотых за литр. Это примерно 1 и 2, даже чуть-чуть меньше. 1,2 евро. Ну, можно так считать. В Жешеме... В Жешеме мы договорились встретиться с моей знакомой, паней Иренкой. Она уже 11 лет живет в школе. В школе. В Польше. И мы с ней познакомились совершенно случайно в Инстаграме несколько месяцев назад. Я вот тут оставлю на нее ссылочку. Посмотрите. Она по-польски ведет блог. А я себе так язык немножко подучиваю. Ну, соответственно, так мы там и с ней законнектились. Заехал в город, остановился. Посмотрел, куда именно ехать, где мы договаривались. Ну, а оказалось, тут совсем уже рядом. Приехал в Жешу. Запарковался там за углом. Иду. Да, да, да. Вот тут я работаю. Вот тут окна на втором этаже. Ага. Я как раз вышла. Пончики. Пончики? Да, вот там. Пончиками. А здесь, когда была... Пончиками? Ага. Вот это там масленица, да? И тустый шварк есть в Польше. Да, да, да. И вот здесь, короче, очередь стояла аж там до той звенцы. Ничего себе. Ага. Так что можно взять себе купончик на обратном. А можно тут? Маленький блинчик всего лишь. Да. Оказывается, это вот один. Вот ведро, по-моему, нужно на троих. Польская гостивенность. Да, польская гостивенность. Мы с Иренкой прошлись немного по центру. Посидели, поговорили, пообедали. И я пошел обратно к мотоциклу. Купил детям немного интересных подарочков. Ну, как всегда, что-то с другой стороны привозишь. Всегда интересно детям. Вот такой пакетик. Раскидаю его там по сумкам, по кофрам. Буду выдвигаться. Оставил мотоцикл на полтора часа. Вот, возвращаюсь. Стоит на месте. Все окей. Так, заехал я в один магазин. Мне там жена попросила кое-что купить. Я не мог ей отказать. Ну и наконец-то с Жешуа. Ну, я уже чуть дальше отъехал от Жешуа. Я выезжаю в сторону границы. Пока туда-сюда, то и время уже приближалось к вечеру. И я выдвинулся в сторону границы. Поехал по автобану, чтобы быстрее долететь и не тратить лишнее время. Так как цель была уже только одна. Это побыстрее доехать домой. Мне нравится этот участок автобана. Тут такие красивые эстакады, разъезды, наснимал некоторые из них. Автобан переходил в пограничный пункт Корчёва, который с украинской стороны называется Краковец. Перед ним была огромнейшая очередь, но я, как всегда, тихонечко, аккуратно всех объехал и стал первым. Саму границу прошел быстро, около 20 минут на все. Ну и плюс, еще некоторое время переждал под навесом дождь, который превратился в ливень, пока я проходил границу. Нашелся дождь такой существенный. Пока стою тут под навесом на границе, я поодевал на себя чаще всего. Замокался. Ну, остаться тут я поодевал чашлы, сейчас поеду. Я заопакован с ног до головы. Вот так. Только запаковался на границе, там под навесом все сделал. И дождь вроде бы как закончился. Я хочу пить, но я не пойду, потому что мне, чтобы меня себя расчехлить, это просто капец. Я хочу пить. Вот мужик стоит, пьет воду. Я тоже не буду, потому что у меня здесь все так запаковано. Вот такие решения. Сейчас вот заправлюсь вот здесь и поеду до Львова, там 75 километров. Дальше был самый ужасный участок дороги, потому что эти 80 километров мне показались в бесконечность. Ушел дождь, было темно. Я устал за этот период больше, чем за все путешествие. Бюджет третьего дня составил бензин 13 евро и еда 9,9. Всего по деньгам я потратил 124 евро за 3 дня. Как видите, это совершенно не дорого. Я не экономил, но реально при желании можно было бы уложиться и в 100. На самом деле, точно. Я проехал больше тысячи километров и по пути встретил множество необыкновенных, открытых и позитивных людей. Я никуда не спешил, а исключительно наслаждался процессом. Когда ты открыт миру и людям, то это возвращается к тебе. Я всегда говорю с местными, смотрю, как и чем они живут, ничего не сравнивая. Нет ничего хуже или лучше, есть только объективная реальность. Это дает пищу для размышлений и делает богаче и мудрее. Ты не просто едешь, ты чувствуешь все вокруг самим собой. Ощущаешь запахи леса, освежающий утренний воздух, упругий ветер. Ты действительно был там сам и всецело. Высокие татры меня поразили, это тот случай, когда реальность в 100 крат превысила ожидания. И несмотря на любые неудобства, путешествие на мотоцикле это именно та штука, которая реально шкалит левел твоего счастья. И несколько моих личных советов, если вы сомневаетесь. Берите и делайте, не бывает лучшего времени. Всегда было и будет трудно. Собирайте впечатления, не скупайте ненужный хлам. Всегда общайтесь с местными, питайтесь как местные. Забудьте про столицы и крупные города. Не ходите популярными туристическими маршрутами. И самое главное, будьте рады всему, что вас окружает. Ну а на этом данное видео подходит к концу. Я хочу сказать спасибо всем, кто досмотрел. Обязательно подписывайтесь, лайкайте, пишите комментарии. Я буду очень рад. До скорого!